Снова к событиям в Латвии. Выгорело изнутри практически полностью. Заброшенное историческое здание на улице Калнцема в Риге. Шестиэтажка вспыхнула в ночь в субботу на воскресенье. Развалина горела по всей высоте. Полиция начала уголовные процессы. А рижанам пришлось мириться с большими пробками из-за перекрытого движения. Яна Рубинчик расскажет о судьбе дома-призрака. Валерий пришел к дому на Калнцема, вооружившись фотоаппаратом. Он решил отправить фото своим друзьям детства, которые когда-то здесь жили. Я здесь живу с самого рождения. То и в школу ходил, и здесь мои друзья жили в этом комплексе. Мне было грустно и с другой стороны интересно, почему это происходит. Валерий не сомневается. Дом подожгли умышленно. Наверное, это самое простое. Взять и сжечь, чтобы потом какие-то страховки получить или что-то. Подозрительным кажется это возгорание и самим пожарным. Учитывая, что к моменту приезда пожарных все шесть этажей горели открытым пламенем, причиной может быть умышленный поджог. Но это решать полиция. Госполиция начала уголовный процесс за преступные деяния против имущества. Статью можно будет уточнить только после того, как полиция попадет вовнутрь здания. Сегодня пожарные сквозь выбитые окна продолжали тушить отдельные тлеющие участки здания. Входить внутрь запрещено даже им. Слишком опасно. Рядом дежурит карета скорой. Ранним утром в воскресенье незадолго до четырех мы получили вызов на улицу Каунцием, где горел заброшенный шестиэтажный дом по всей площади. Тушение затрудняло то, что у дома деревянные перекрытия. Они во время пожара обвалились с шестого до второго этажа. Потому ради безопасности решено было тушить его только по периметру. Полиция огородила соседние улицы, что создало сегодня с утра дополнительные пробки. Но неудобства коснулись не только водители частного транспорта. Из-за пожара третий автобус сегодня ходил по другому маршруту. Кроме того, во время обвала перекрытий была повреждена теплотрасса, которая обеспечивала теплом соседние дома. Потому в течение всего дня техники Рига Силтумс проводили временные трубы прямо поверх земли, чтобы можно было подключить тепло в окрестных домах. Чему здесь удивляться? Этот дом, все время от него проблемы. Камни падали все время сверху. Ну и тут разные личности собирались. Эти кадры сняты в мае этого года. Выездное заседание имущественного департамента Рижской думы. Эксперты признают историческое здание опасным. И принимают решение о принудительном приведении его в порядок. В том числе ограничение доступа к нему. Несколько месяцев по заказу Рижской думы рабочие замуровывали окна и двери первых этажей. А также поставили со стороны двора металлический забор. Вот только калитку так ее не установили. Так что в здание по-прежнему можно было попасть через двор. Дома на ранте Дамбиш-14 и Кан-Цема-2Б построены в 1913 году. Их автор, известный мастер югенстиля, архитектор Эдгар Фризендорф.